Дэн Сиапин родился в зажиточной семье мелкого помещика и до школы носил имя Дэн Синьшен. Родители были парой контрастной, отец образованный, политически подкованный, а мама неграмотная женщина из бедной семьи. Когда мальчику исполнилось 4 года, мать умерла, оставив мужу четырех детей. Отец пытался наладить личную жизнь, женившись во второй раз. Мачеха приняла наследников супруга как родных, у Синьшена с ней сложились теплые отношения. Мальчик учился в частной гимназии. В школе преподавательно стоял, чтобы ученик переименовался, Синьшен переводится как обогнавший мудреца, поэтому будущий политик превратился в Дэна Сисеня. 1920 год Дэн встретил во Франции. В эту страну подросток уехал вместе с 80 студентами частной школы набираться знанию заграничных преподавателей. Вдали от родительского дома пришлось не сладко. Незерной стипендии катастрофически не хватало, поэтому юноша много работал, официантом, пожарным, разнорабочим на Каучуковом заводе, даже добывал железную руду. Домой Дэн вернулся только спустя 6 лет после отъезда. Во Франции молодого человека увлекли идеи марксизма, он влился в ряды Коммунистического Союза молодежи Китая, а затем и в Компартию. Очень скоро возглавил Европейское отделение Молодежного Союза. В это время и получил партийную кличку Сиопин. Зимой 1926 года Дэн в спешке покинул французскую землю и оказался в Москве. Интересный факт, жил в столице России под фамилией Дозоров, в части источников дроздов, но исследователи указывают на ошибку. Снова сел за парту, на сей раз университета трудящихся Востока и М.Ю. Сталина. А спустя еще год, подкрепившись по СССР опытом смены капитализма на социализм, вернулся в Китай, где с головой ушел в политику. Политическую карьеру Дэн Сиопин начинал в глубоком подполье, но на руководящих должностях. Был начальником политотдела военно-политического училища, генеральным секретарем ЦК КПК, лидером отделения ЦК в Шанхае, агитировал военных Красной Армии. Под его началом вспыхнуло антиправительственное восстание на юге Китая, впрочем, неудачное. После подавления бунта Сиопин бежал в Цзинси, ставший Советской Республикой. Нарастали разногласия между ЦК партией в Шанхае и теми, кто правил бал в селах-районах, называвших уже себя советскими. Лидером городской группировки был Ван Минь, вторым же направлением руководил Мао Цзэдун, чью сторону принимал Сиопин. В 1933 году Дэна лишили всех должностей. Во время Гражданской войны молодой человек участвовал в Великом Походе, такое название получил побег потесненных коммунистов с завоеванных баз на юге Китая. Дэну вернули должность руководителя секретариата ЦК, и он оправдал доверие. Дэн Сиопин, первый секретарь Юго-Западного бюро ЦК ПК Дэн Сиопин, первый секретарь Юго-Западного бюро ЦК КПК Новая власть завоевывала позиции, Сиопин играл в развернувшейся борьбе за власть не последнюю роль. Мужчина в должности военного комиссара организовал несколько военных операций, в том числе и против японских агрессоров, пытающихся захватить страну в конце 30-х годов. В этих кампаниях Дэн завоевал славу умного полководца. Когда, наконец, родилась Китайская Народная Республика, Дэн Сиопин отправился по приказу партии контролировать Юго-Запад страны в качестве первого секретаря комитета. В конце 50-х годов в результате политики большого скачка, провозглашенной Мао Цэзэдуном, в стране погибло от голода около 30 миллионов населения. Разгребать последствия неудачных реформ пришлось Дэну Сиопину, который к 1956 году занимал должность генерального секретаря ЦК КПК, впрочем, с Брежневым, правящим в то время Советским Союзом, одинаковое звание не роднило. В отличие от Леонида Ильича Сиопин стоял на 5-6 месте в иерархии китайского правительства. Перед началом реформ мужчина произнес свое знаменитое высказывание, неважно, какого цвета кошка, белая или черная, лишь бы она хорошо ловила мышей. Неважно, социализм или капитализм, главное, чтобы люди жили хорошо. Экономические преобразования дали плоды, голод прекратился, Дэн стал приобретать популярность у населения, за что и поплатился. В середине 60-х годов в Китае разразилась культурная революция. Первым врагом объявили председателя КНР Лю Шао Ци, а за ним в опалу попал и Дэн Сиопин. Лишенный всех званий и регалий, мужчина два года провел под следствием, а затем работал слесарем на тракторном заводе. Вернуться в политику помог давний друг и соратник, премьер КНР Чжоу Инлай, который уговорил Мао дать шанс Дэну. Сиопин снова взялся за реформирование, но после смерти Инлая вновь попал в немилость верхушки власти. Правда, ненадолго. После смерти Мао Цзэдуна политик становится руководителем страны, хотя по факту у руля остался преемник бывшего лидера, премьер Хоа Гофен. К началу 80-х годов Дэн сместил Гофена, разделил ключевые должности между единомышленниками и приступил к изменению хозяйства Китая. Так называемая реформа четырех модернизаций коснулась сельского хозяйства, науки, оборонной промышленности и промышленного производства. Главное, что сделал новый лидер, так это разделил земли между крестьянами, по сути, случилась деколлективизация. Люди должны были сдавать государству продуктовую норму, но зафиксированную цену. В результате аграрной реформы за десятилетия страна нарастила производство продовольствия в 1,5 раза. Члены народных коммун получили также право заниматься бизнесом, нанимая рабочих. С тех пор мировой рынок наполнился дешевой китайской одеждой и другими товарами. Американский синолог Эван Солсбери описывал вклад Сиопина в развитие Китая так, Дэн отдал землю обратно крестьянам, разрушил систему коммун и наблюдал, как их мешки переполняются рисом. Он наполнил карманы людей деньгами деньгами, которые они сами заработали. Значимой задачей внутренней политики стало и развитие крупной промышленности. В начале реформ внимания было обращено в сторону новых технологий. Архитектору китайских реформ, как называют Дэна Сиопина, удалось привлечь в страну крупнейших иностранных инвесторов. Сначала, правда, граждане США, Германии, ОАЭ, Японии боялись вкладываться в Китай. Но китайские бизнесмены, проживающие в Гонконге и Сингапуре, доказали, в самую многонаселенную страну инвестировать не только не страшно, но и нужно. За годы правления Дэна в Китай вложили 650 миллиардов долларов. Модернизация устоев страны ничего общего не имела с политикой Михаила Горбачева, хотя, по сути, тоже была перестройкой. Идеи важных изменений поступали не сверху, а были взяты из реальных потребностей населения, диктовались с низов. Политика реформ и открытости отразилась на взаимоотношениях с другими странами. Китай подружился с Америкой, КНР и Японией. Страну восходящего солнца считали самой перспективной в плане сотрудничества. Яркой победой во внешней политике стало соглашение с Великобританией о возврате Китаю-Гонконга, который больше века жил под английским флагом. Дэн Сиопин сохранил монополию власти коммунистов. И спустя десятилетия его реформ в стране образовалось гражданское либеральное движение. Летом 1989 года толпы народа вышли на площадь Пекина. Несколько недель шли протесты, в итоге Дэн приказал силой подавать бунт. Тогда погибли тысячи граждан. Чуть позже Сиопин отказался от всех постов, а спустя еще три года навсегда покинул политическую арену. За длинную жизнь Дэн Сиопин успел трижды жениться. Впервые поставил штамп в паспорте в 23 года. Избранницей стала однокурсница московского вуза Чжан Сиуань. Девушка умерла вскоре после рода в дочери, спустя два года после бракосочетания. Наследница тоже не выжила. Вторая жена Цзиньвэйен предпочла будущему политику, который прославится такими громкими достижениями, другого коммунистического деятеля. Третья супруга прожила с Сиопином до конца жизни и родила пять детей, три дочери и два сына. Трагично сложилась судьба старшего наследника Дэна Пуфана. Юноша пострадал в огне культурной революции и его пытали, а потом сбросили с третьего этажа университета Хунвейбины, в результате чего остался на всю жизнь прикованным к инвалидной коляске. А младшая дочь Дэн Джун написала книги о судьбе отца. Описывая характер китайского политика, сам Мао говорил, он острая игла, упакованная в вату. Прозвище Сиопин получил также из-за личных черт. Дэн был очень маленького роста, всего 152 сантиметра, но мужественный, с непреклонным нравом, перековать которой было невозможно. Будущий политик увлекался футболом, плаванием, играл в бильярд и особенно уважал бридж, страсть к которому привез из Франции. Там же юноша стал заядлым курильщиком, любовь к табаку пронес по всей жизни. Сиопин страдал от болезни Паркинсона, скончался в феврале 1997 года. Причина смерти инфекция легких, осложненная хроническим недугом. Похороны проходили по правилам ЦК партии, которые не предусматривают прощания с телом. Урну с прахом выставили в зале Всекитайского собрания народных представителей. В траурном митинге участвовали 10 тысяч человек, получивших официальное приглашение. Прах развеяли над океаном.